Всем привет дорогие друзья, с вами PixelGamer, но в эфире у нас антернет пятничный дайджест, который по традиции выходит в субботу. У нас наступило обновление 3.16.3.0, это обновление я поделил на две части, первая часть это по традиции добавления, разные небольшие, ну а вторая это как всегда улучшения, изменения и исправления, которых к слову тут просто туча, и они связаны с оптимизацией, с новым освещением, в общем обо всем сейчас расскажу. Итак, начнем мы с того, что был добавлен новый вид сглаживания, SMAA, это самое топовое сглаживание, которое на данный момент доступно в антернет, но я его использовать как и где-то 30% всех игроков не буду, Ну потому что мне FXAA хватает, ну и FPS будет проседать, а я хочу играть 60, а не 40 и 50 и так далее. Ну а на серверах еще больше лагает, поэтому мне 30, ну никак не нужно. Идем дальше. Была добавлена также возможность сменить позу манекену, а также его направление, левая или правая сторона, то есть отражать. Всего есть три позы, первая это поза Т, то есть стандартная, вторая это поза типичная для манекенов в городах, ну я думаю вы их видели на карте антернет, их достаточно много, не так позирует. Ну а третье это, ну да, что-то такое. В общем, это достаточно классно, потому что раньше манекен был слишком топорным, таким знаете, однообразным и он был в такой неестественной для человека позе. Ну а теперь все более-менее привычно и нормально и вообще радует глаз. Что еще? Была добавлена возможность удалить косметические предметы из инвентаря Steam. Но я не знаю как у вас, но у меня достаточно много комонок или ширпотреба. Валяются всяких рубашечек по 30 штук одинаковых и для этого собственно и предназначена эта команда. Она удаляет предмет навсегда. Для того, чтобы его удалить, вам нужно зайти в инвентаре, нажать на предмет, после этого нажать плачечку Delete, где вам нужно будет прописать буковками Delete и нажать ОК. И после этого только предмет удалится. Это круто, ведь Нельсон таким способом нас всех застраховал от случайного удаления предмета. И теперь насчет этого можете даже не волноваться. Еще было добавлено меню фильтров на торговой площадке в Антернет. И это круто, ведь теперь можно будет найти нужный вам предмет в несколько раз быстрее. А теперь мы поговорим об улучшениях, изменениях и исправлениях. Было выполнено обновление Unity с версии 5.2.5f1 к 5.4.0p4. Какое сложное сочетание букв и цифр, согласитесь. Также было улучшено использование ресурсов игры при воспроизведении различных вариаций света. С освещением теперь все будет более-менее нормально и оно будет, кстати, тратить меньше FPS. В окно информации сервера была добавлена графа с установленными модами мастерской. Отлично, теперь перед захождением на сервер можно ознакомиться с теми модами, которые на нем будут присутствовать. Еще в окно информации сервера была добавлена графа с изменением настроек геймплея. Ну, отлично, теперь можно будет узнать вообще всю подробную информацию о сервере и сразу готовиться к тем сложностям, которые придется преодолевать. Еще был улучшен PNV. Теперь, когда он включен, то его линзы горят зеленым цветом, а когда выключен, не горят вообще. Ну и супер, потому что раньше игрока с PNV можно было заметить ночью даже на расстоянии 200 метров из-за очень яркого зеленого свечения. Лазер и дальномер теперь работают при виде от третьего лица. Наконец-то. Еще была изменена текстура дальномера. Также изменено количество здоровья зомби при использовании Horde Beacon или генератора злых зомби. Кроме того, еще больше предметов теперь можно разобрать на составляющей части. Металл, тряпки, палки, доски и так далее и тому подобное. Еще были изменены зомби. Теперь они не будут возвращаться на то место, где они стояли до того, как на вас начали нападать. И это очень хорошо, ведь теперь вы сможете скооперироваться с вашим другом. Он будет отвлекать зомби на себя и заведет их аж на самый край города. В то время, как вы зайдете с другой стороны и облутаете все дома. Ну а теперь мы поговорим об исправлении. Был исправлен баг с перекачкой бензина из взорвавшихся машин. Также исправлены ошибки при планировке некоторых объектов. Еще был исправлен фильтр, который перекрывал половину информации сервера. Кроме того, была исправлена ошибка, когда сервер отключал все ресурсы. Также был исправлен баг с размещением различных постройок и баррикад на приватном месте. То бишь на месте, где стоял флаг привата. Был исправлен баг, при котором игрока могли выбросить с сервера, если он не успевал обработать информацию о выброшенной вещи из инвентаря. И еще немного узкопрофильной информации для тех, у кого Антернет выдает сообщение AppCrashed. У моего друга была подобная проблема, у него тоже писала AppCrash. Но вчера, после того, как он скачал обновление, она перестала существовать. И у него теперь загружается и работает игра. Поэтому попробуйте этот способ, может он вам даже поможет. Ну что ж, на этом мое видео подходит к концу. Буду надеяться оно вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить под ним лайк и подписаться на мой канал. Кроме того, можете посмотреть мои другие видео, я думаю они вам понравятся. Ну а с вами был PixelGamer, до новых встреч!